Всем приветик, всем доброе утречко. Кирюха уже в школе, я уже с утра ничего не снимала, потому что мы так быстренько собрались и убежали. Сегодня у них в школе праздник, они сегодня поздравляют мальчиков с 14 февраля. Ой, с 14 февраля, господи, вот это я сказала. С 14 октября это у нас сегодня день зафиксника витшизны. Вот, поэтому, не знаю, у них сегодня короткие, день не короткие, не знаю точно, что завтра и послезавтра, четверг, пятница, выходные. Плюс еще суббота, воскресенье выходные, короче, целых 4 дня мы будем отдыхать и расслабляться. Сейчас собираюсь выйти с собаками уже погулять, потому что уже 10 часов, у меня до сих пор часы стоят, но никто батарейки не принес, ну ладно. Наверное, придется мне все-таки батарейки самостоятельно купить. Тут у меня уже пылесос выбирает, а я, ребята, все смотрю, а батство дам, там вообще настолько шикарный сериал. Правда, там дофигища сезонов, но я думаю, что я его досмотрю, потому что оторваться реально я не могу, просто реально я не могу оторваться. Но я смотрю, дело в том, что только по утрам, до обеда, потом у меня начинается работа, потом Кирюха приходит, и все. И этот вопрос у меня с просмотром закрывается. Что мне еще надо сделать? В принципе, наверное, сегодня больше ничего. А, сегодня у меня еще в часов 6 ко мне придет моя крестница Леночка, ее приведут, потому что маме там нужно по работе. Вот, так что мы сегодня будем еще с Ленусиком тусить. Поэтому до встречи я опять села, а надо встать. Поэтому я встаю и иду гулять с собаками. Приготовила себе завтрак вот такой вот, сырные палочки, вареники с соленым творогом и тост с авокадо. Вкусно, безумно, полезно и аппетитно. Так что, ребята, все, кто кушает вместе со мной, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня и не болейте. Я беру свою вилочку и приступаю к вкусной трапезе за прекрасным сериалом «Аббатство Даунтон». Я так вкусно поела, мне безумно понравилось. А сейчас я подоставала все свои камеры и хочу сейчас их выставить на продажу, чтобы их продать и докупить себе новые. Потому что они лежат сейчас без дела и думаю, что если они будут еще так долго лежать, то потом уже будет совсем неинтересно с ними что-то делать. Вот так вот, с ними что-то делать. Короче, я хочу продать свою камеру Canon и свою камеру Sonko. Вот эту камеру хочу продать, очень классная для влогов. Это мой просто первооткрыватель. У нее экранчик вот так вот открывается, класснючая камера. Может, ребята, вы кто-то хотите, то обсудим с вами вариант. Ну, в общем, они уже у меня на продажке стоят. И вот эту камеру тоже Sonko. Хочу также ее продать. Вот такая вот камера. Здесь очень много аксессуаров. И браслет на руку, и водонепроницаемый бокс, и защита для стекла. Сейчас я покажу, какая она. Вот эта вот мастер-пустенькая камера. Она сейчас стоит на зарядке, решила ее немножко подзарядить, чтобы знать, что, как, зачем и почему. Она вообще в идеальном состоянии. Она использовалась буквально 3-4 раза. Просто реально в идеальном состоянии. И мне прям жалко ее, ну, чтобы она просто лежала. Потому что она действительно очень классная. Поэтому попробую сейчас я все это попродавать. Вернее, выставить на продажу. Посмотрим, может быть, к Новому году и продаться. И будет замечательно. Хотя бы они у меня просто дома не будут лежать. Потому что они просто лежат у меня, понимаете, в сундуке, на комоде, на самом верху. И им никто не пользуется. Что же они будут просто лежать и ничего не делать? Надо, чтобы ими пользовались. Потому что вот эта мосипусенькая камера, она вообще супер клевая. В ручку взял, в карман бросил. Вообще замечательно. Эта камера, это та самая первая камера, которую я купила. И снимала на нее очень долгое время тоже влоги. Сейчас просто я снимаю на телефон. И поэтому мне как бы удобнее. Но вот эта камера, она очень классная для видео. Если ты поставил камеру и снимаешь. Обалденно. Плюс у нее картинка безумно хорошая. Звук превосходный. То есть вообще все замечательно. Точно так же, как и в этой камере. Классная стабилизация. Классная картинка. Классный звук. Но из-за того, что они мне сейчас на данный момент не нужны, я решила, в общем, все их продать. Поэтому, 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 если что, пишите. Не успела выставить камеры. Как уже куча начала писать развода. Все, блин, покупаю. Перейдите по ссылке. Сделайте то-то, то-то. Короче, никогда в жизни не переходите ни по каким ссылкам. У меня вообще есть такое правило. Кто бы мне не кидал какую ссылку, где бы мне он ее не кидал, я никогда по ссылкам не перехожу. Даже если мне друзья кидают ссылки, я реально по ссылкам не перехожу. Я настолько сильно всего этого боюсь, что категорически нет. И тут уже все. Давай мне и туда писать, и сюда писать. И перейдите. И мы уже, вплоть до того, что мы уже оплатили. Перейдите, проверьте оплату. Короче, такая бредятина. С этими объявлениями так всегда сложно. И нужно всегда контролировать все, что ты делаешь. Читай внимательно, что тебе пишут. И ни в коем случае не делать поспешных решений. Вплоть до того, что тебе очень срочно нужно продать, но ты ни в коем случае не должен никуда переходить. Потому что развод просто на ровном месте. Вот я говорю, я только выставила, уже 4 человека меня пыталось развести. Пусть идут гуляют лесом. Меня не так легко развести. Пока я деньги на карту не получу, после этого никаких не будет у меня движений, действий. И вообще, я хочу сказать, имейте уважение. А еще и фотографии такие выставляют с детьми, девушки. Такие прям все хорошие. Короче, жесть, капец и ужас. Вот, поэтому не продам, значит не продам. Продам, значит продам. Они кушать не просят, лежат себе, объявление выставлено. Когда-нибудь продастся 100%. К ним найдется их покупатель, который будет их любить точно так же, как их любила я. Так, который у нас сейчас на самом деле уже. О, так уже 13 часов 15 минут. Уже и Кирюха скоро домой придет. О, боже мой. А я еще ничего не успела сделать. Я только что ванну перемыла. Потолок на ванне мыла. Везде все перемывала. Короче, трошки так автомненно. Поэтому буду я немножко ведьпочевать и отдыхать. И Кирюху дать. Прилегла немножко я в кровать, потому что у меня начало ужасно сильно болеть горло. Блин, горло так болит, что уж уши закладывает. Настолько сильно болит. Я полчаса поспала. Сейчас уже Кира домой придет. Мне все написывают мошенники. И причем так смешно, знаете, они пишут, типа, сделайте мне доставку курьером. Я говорю, ну, пробуем. Плачивайте деньги на карту. Я вышлю вам курьером. Не, мы составим договор. Какой сраку договор они будут составлять? Какой договор? Я говорю, нет, пишите через официальный сайт. Они такие, официальный сайт? А что такое официальный сайт? Я говорю, ну, сайт, на котором я делала объявление. А, официальный сайт? А что, есть неофициальный? Короче, им на ответ говорю так, говорю. Заказ можете делать или на официальном сайте, или, говорю, до свидания. Все, вопрос сразу же закрывается, и они пропадают. Короче, они понимают, что они не на того попали. А почему мне язык болит? Блин, так зверски болит язык, подруга полоска. Так сильно разболелся язык, что пришлось сережку снять. Кошмар, просто аж язык, уши, нос, блин, рот, горло. Ну, что-то все из-за горла, не знаю. Горло очень сильно у меня. Болит, и я замерзла. Я написала своей кумеговой, у меня, говорю, такая-то ситуация, у меня температура у меня, при всем всем, болит горло. Если тебе не страшно, то малую можешь приводить. Если страшно, то, говорю, тогда все отпадает. Она вроде бы сказала, что сегодня короткий день у них на работе, и что она вроде как все успевает. Посмотрим, приведут мне малую сегодня, не приведут, но пока... Пока я ничего сказать не могу. Может, сейчас Кира припадет домой. Да мы тихоречку будем дома, если я вдвоем сидеть, и ничего не делать. Но у нас, кстати, такой дубак сегодня. Холодина жутко. Существует какой-то день такой, мы туда не сутки. Кирюха домой идет, да? Позвонила мне на телефон, говорю, что-то у меня дверь не открывается. Я говорю, мне никто не звонит. Я говорю, пробую, попробовала, дозвонилась. Чего-то расстроенное. Без того, что холодно на улице, я не могла дозвониться, или что-то случилось, что-то знаю. Шантюся, ну сколько можно гавкать? Ну серьезно. Блин, у меня горло все больше и больше начинает болеть. Главное, чтобы это было не короной, я так переживаю. У меня как раз уже иммунитет на корону прошел. Я болела аж в начале, в начале лета. Блин, плюс у меня друг заболел короной, и мы с ним встречались буквально за неделю до того, как ему подтвердится диагноз. И как-то вообще совсем не хочется мне сейчас заболевать коронавирусом. Просто трындец у Кирюха день рождения. Плюс у меня еще только после операции иммунитет ослаблен. И сейчас может быть все, что угодно. Просто реально все, что угодно. Дай бог, дай бог, чтобы это не был коронавирус. Боже, держу вот так вот я. Крестики, нолички и кулачки. Кира уже идет с телефоном. Я слышу, слышу это, потому что она идет уже, кто-то снимает. Привет, Зайка. Ты что расстегнута? На улице же губак такой стоит, как зима. А что у тебя случилось? Ты такая что-то расстроенная. Не, все хорошо. Как дела в школе? Нормально. Как подарки? Ничего необычного. Понравились мальчишкам или нет? Мы подарили одному мальчику и второму мальчику мяч. Мяч? Мяч. Мяч, ага. И они что-то разбили этим мячом? Нет. Они попродавали его. Друг другу. Ой, бизнесмены. Боже мой, бизнесмены. Твоим собеседникам понравились подарки? Не знаю. Ничего никто не говорил. Мне только один сказал спасибо. Ясно. Ну, раздевайся. Я кинет. Холодно на улице сегодня, да? Боже, я не знаю. Я так замерзла. У меня горло болит. У меня температура. Я еще так нехорошо. Я что-то вообще ничего не хочу. Давай, заберешь и свою курточку. Или ты куда? Улетай. Улетай, еще улетай. Не прошло и сто лет, как мы с Керри решили все-таки доесть торт наш, который мы не затурили в лицо, но который очень вкусный. Но он реально просто божественно вкусный. Вы только посмотрите на то, как он режется, насколько он мягкий. Это очень. Это просто нереально. Нет? Попробуй. Открой рот, смотри, не поместится. М-м-м, да? И чаечком запей, это божественно. Я тебе даже чай подаю. Как принцессе. Графине. Я просто сейчас как раз смотрю сериал. Там графы, графини, лорды. В общем, ты у меня лордыня моя. Да, кстати, Кира, много уроков задали тебе на понедельник? Нет, вообще ничего. А вы будете отрабатывать? Не знаю. Не говорили. Не говорили ничего? Дай бог, чтобы никакой не было отработки. Я не пойду в субботу в школу. Да, я тоже не пойду в субботу в школу. Я в субботу буду спать. Я тоже буду в субботу спать. Я вообще считаю, что если сделали выходной... Ну, блин, простите, пожалуйста. Зачем тогда его отрабатывать? Тогда не делайте выходной. Вот, например, праздник завтра. Завтра выходной. Сделали праздник. Потом пятница. Пошли на работу в школу. Суббота, воскресенье, выходной. Нет, сделали четверг, пятница, суббота, воскресенье, выходные. А потом на следующей неделе отрабатывать. Я никогда не понимала вот этой дуристики в отработке. Выходной есть выходной. Нафига его потом отрабатывать? Сделали людям выходной дополнительный после четверга на пятницу. Значит, дайте на следующей неделе точно так же свои выходные законные отсиживать, а не вот этой вот отработкой заниматься. Поэтому я против отрабатываний, если вы даете выходной. Дали выходной, не забирайте его потом на следующей неделе или там через месяц или еще через два. Ну, глупость какая-то. Реально какая-то глупость. Кира, что это такое? Ничего. Это не ничего, это два желтых предателя. Положи телефон. Сейчас. Нет. Ты показала, что это. Я ничего не показала. Мам, пожалуйста. Я замажу. Пожалуйста, убери. Чтобы у меня сейчас не было инфаркта. Кирюха, и так плохо. Сейчас еще температура еще больше поднимется. Я тебя прошу. У меня в галерее... Чтобы они меня не раздражали. Знаете, когда меня начинает бесить человек, я аж хакер недоделанно и ищу его плохие фотки. Плохие фотки. Короче, нахожу, потому что они у меня в галерее. Не на его фотки кто-то видел. Не это. А ты знаешь, что такое можно в телефоне сделать, Кира? Что в галерею можешь зайти только ты? Нет, не знаю. Есть такая функция. Ты в галерее делаешь этот, как его, пароль. У меня такое на телеграме. И точно так же здесь в любую функцию твоего телефона ты можешь зайти только ты. Если кто-то другой твой телефон взял, то он, например, сможет только позвонить. А во все остальные приложения он не сможет зайти, а сможешь зайти только ты. Или по фейсу, или через пароль. Поэтому я тебе рекомендую сделать такие вещи, так как ты хакер недоделанный. Поэтому доделай уже в своем телефоне недоделанное хакерство, чтобы никто не смог ничего там сделать. И не бублик, я же тебе торт отрезала. Угу, на куфле. Так, дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Спрячь. Ну, Кира, на меня посмотри. А кому ты звонишь уже? Ладно. Бегу я за Светиком в садик за крестницей своей. Мамы не успевают ее забрать. Там уже в садике кипишуют, потому что нужно было забрать пораньше. Вот, поэтому я за ней сейчас выбежала. Надеюсь, меня там в садике не наругать. Не на меня хочу ругать. Пусть ругают других я, а тут вообще ни при чем. Мне главное сейчас ребенка забрать. И хочу вместе с ней зайти потом в магазин, купить себе краску для волос. Мне краска для волос уже нужна. Как-то я себя печально вижу со стороны. И мне это ужасно не нравится. Хорошо, что садик хоть недалеко от дома находится. Терюшка тоже в этот садик ходила. Сейчас Светульку заберем. За краской пойдем. Может, сегодня еще и покрашусь вечером. Делать было нечего. Дело было вечером. Маша покрасится, и завтра будет красиво. Забрала я Светулика. Светик, помахай ручкой. Скажи всем привет. Мы идем сейчас зачем? За краской? И за витаминкой? Да. Да, за краской и за витаминкой. Ты такая красавица, девочка. Блин, ты что, в юбке? Ух ты, ничего себе ты девчонка. Не холодно тебе в юбке? Он даже я в джинсах, а ты такая красивая. Идем, Светулька. Выходи. Так, купили Маше краску и купили тебе бальзам. Доставай свой бальзам. Ух ты какой. Красивый. Давай посмотрим, что у тебя там за бальзамчик. Вот так. А, ну давай вот это сюда мне, и я заберу. Так, как он открывается? Сейчас проверим. Вот так надо раскручивать. Раскручивай. Аккуратно только раскручивай. Вот. Так, ручкой. И на губки. И мажешь себе губки. Да-да-да. Вот так вот внутри хорошенько ручкой. И потом губки себе вот так помазала. О, какой хороший. Все, закрывай. И в кармашек себе. Пошли домой к собакам? Походим. Ой, как бальзам пахнет вкусно. Ой, Ленуська. Давай ручку. Потепали дальше куда-нибудь. Что мы покупаем? Посудочку. Посудочку. Не, не нужен. Пошли. Пошли, пошли. Ну, все. Вот это вот уже Ленуська. Сегодня будет готовить. Да. Всем сестричкам. Да. Маме, коржу. Да? Кому ты там еще будешь. Кто у вас еще живет? Папу потерялся. Мы уже, он какой-то умолен. И он не найдется. Да, не найдется. Ну, что, папа на тебя смотрит вот оттуда с небес. Да. Да, каждый день на тебя смотрит, и тебе Темочки передает воздушные. В общем, мы, Ленуське, купили бальзам для губ и огромнейший классный набор посудки. И посуду такую классную. Сегодня приедет домой, будет радовать всех самыми вкусными кулинарными шедеврами. Да? Да. Что, что? Это тоже сильное. Да? Да. А что такое, Васина? А, тоже воспитательница? Да. Ясно. Сейчас мы Кирюшку дождемся. Кирюшка тебе скажет привет, и мы пойдем с тобой домой погреться немножко, пока мама не приехала. А то Кира хочет тебя тоже увидеть, обнять, потемать. Ты знаешь, у Кира твоя крестная сестричка? Нет? Да. А кто твоя крестная мама? Галя. Галя. Я. Галя. Я крестная. Галя мама твоя, а я твоя крестная. Да? Ты забыла? Ах, правильно. Все маленькие детки всегда все забывают. А на улице дождь начинается, вообще такая погода бякошная, просто бякошная погода. И Кирюха вон уже токает. Привет. Привет. Давай пить. Давай пить у него. Не замерзла? Я нет. Такая холодильная на улице, кошмар. Дай нос попробую. Холодный. Ну нос, конечно, будет холодный. Засунь сюда руку. Там тепло. У меня руки ледяные. Да. Как у тебя дела? Нормально. Нормально? Здорово, можно так купить? Пошел тебе наборчик. Я купила ей наборчик. Она очень сильно захотела готовить. Почему бы и нет? Она очень долго выбирала и выбрала готовить. У нее выбора было очень много. И вот она сегодня будет кулинарить. Поваром будешь? Кстати, я вас фоткаю. Всю дорогу Лена несет сама свой набор. На вопрос. Помочь тебе? Нет, спасибо. Все свое ношу сама. Да. Просто как Маша. Ну вот вся в меня. Я тоже никогда никому ничего не даю. Все пытаюсь сама носить. И Ленка точно так же. Нам туда. Заходим, пошли. Сейчас с собаками будем здороваться еще. Потепали. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Говорит, как высоко. И ничего не дает же нестись. Все сама. На спарадном теме лампочки включаются. Только, по-моему, около семи часов. Поэтому приходится по темноте подниматься. Бабаек не боишься? Нет. Нет, правильно. Бабаек не существует. Существует только... Кто? Заяц. Заяц? Да. Правильно. Существует только заяц. Собаки не грызут? Нет. Не грызутся. Заходи. У меня только кот грызется. Смотри. Привет, собаки. Привет, собаки. Привет, собаки. Привет, собаки. Вот, ты такая маленькая по сравнению, как собаки эти маленькие. Клади свой набор. Опа, снег. Ну, снег. Ну, ты реально решил помешать, да? Отходи, отходи. Клади свой набор. Молодец. Теперь раздеваемся. И греемся немножко, пока мама не придет. У меня раньше, когда ее сестрички ко мне приходили, Леночка, ой, Света и Вера, у меня всегда было куча игрушек, потому что я там, наверное, 1 год, как Киры, а Света всегда была такая малая, как сейчас Леночка. А сейчас ко мне Лена пришла, а у меня же игрушек вообще никаких нет. А мама, когда Света была маленькой, она в мой садик ходила. Да, и Кира ходила в твой садик. Привет, Теруси, привет. Так что вот так вот у меня нечем поиграть ребенку. Есть что у меня только, снимая булочку свою. Максимум, что у меня есть, это крысы, но крысы у нее тоже есть. У вас же еще жива, Эмили? Крыска жива вообще? Жива крыска? Нет. Умерла крыска? Она просто кусается. А, она кусается, но она еще есть у вас, да? Да. Есть. Я тебе сейчас покажу, которая не кусается. У меня есть целых две. Шанти, пожалуйста, не гавкай. Такая жива только собака. А, ну собаки, да, собака у вас грызучая. У меня собаки не грызучие. Ты, Руся, фу, мне же больно. Ты что, меня кусаешь так? Смотри, котик у меня... Ага, котик тебя так смотрит, не может понять, кто такая, что такая. Идем, крыс покажу. Смотри. Вот, вот, смотри. Смотри, какие. Вон, смотри, какие. А здесь у них такие постелька, да? Да, это у них постелька ихняя. А это еще их обезьянка, да? Где? А, да, это ихняя обезьянка, это их постельки. Не грыземся. Это здесь спит Шанти, там спит Тера, а тут спит Снег. Ну, или как они там разберутся? А вот крыски, идем крысок покажу. Вот здесь, смотри, вот крыска. А у тебя зеленая? Вот это, вот, смотри, это Март. Подойди ближе. Не бойся. Ручку положи, они не кусаются, не бойся, смотри. Это, не бойся, не бойся, они не кусаются. Это Мартюся. Видишь, какой. А это Амурчик. Попробуй ручкой. А ты тоже не кусаешься? Не кусается, нет, нет, нет. Смотри, это Амурчик. Я тоже не боюсь. Не боюсь, смотри, какая ты молодец. Мартюшка, испугался? Не, не кусаюсь. Так что вот так, вот так, что вот так вот. Что будешь делать? Сидеть. Сидеть? Ну, давай тогда сидеть. Будем с Ленчиком сидеть и на собак глядеть. Вот так вот. А собаки уже тут как тут. Смотри, как она тебя любит. Ничего себе. Как она любит тебя. Тера. Ясика. Ты Руся. Так же мизь. Я тоже его люблю. Тоже его любишь? Ой, текнопа маленькая. Ой, текнопа маленькая. Такая, такая, такая. Такая, ты хочешь себе такого маленького. Вот такого реально маленького. Так хочешь себе. Чтобы с таким маленьким тусить. Тусить, ну что, Кирюха у меня уже выросла. Блин, ну же слово мне не интересно. Это Шанчи, да. Это Тера. А вот за... А эти, 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 эти... Фонарики? Таких фонариков, да? Нет, это фонарики, смотри. Это вот такая вот штучка. Она, если работает, она не работает. Это фонарики. У меня батареек сейчас нету. Они должны гореть. А вон сзади тебя снег. Мм? Да. Снежочек. Иди сюда, мой хороший. Ой, такой сладкий мальчик. Ты кусаешься? Не, никто из них не кусается. А можно гладить? Конечно, гладь. Смотри, она не кусается, но она, вновь, облизывается. Да, видишь, она облизывается. Погладь, погладь ее, не бойся. Вот так вот. Она ее любит, да? Любит, да. Ты, Руська, аккуратненько будь. Ты чай хочешь? Да. Давай, пошли чай тогда пить. Руки только надо помыть. А котик мявкает. Да, котик мявкает. Сюда. Заходи. Давай будем мыть ручки. Здесь ма... Смотри, как мы моем ручки. Здесь мы воду включаем. Сюда ручку подставь. Вот так. Все. А теперь на мыливой ручке. Хорошенько мой. Нет, сначала на мыль. Да. А теперь под водичку. Полотенцем. Все. Вкусно? Ты в рот сразу же зову полностью так бери. Или не вкусно? Вкусно. Вкусно? Все. Тебе приятного аппетита. В общем, у нас с Леночкой будет чайепитие настоящее. А снег от меня что-то хочет. Как всегда. Она такая серьезная. Просто капец. У нас уже вечер. Ленушка уже уехала. А ты знаешь, как мне одноклассник на голову лил йогурт? Сегодня? Ну да. Сегодня тебе одноклассник на голову лил йогурт? Я вылила йогурт. И я, короче, пошла мыть голову. Потому что вот этот вот был йогурт. Это же нормально. Я наклонилась на голову в туалете. Потом с мокрой головой ходила. Что у вас творится в школе? Я просто в шоке. Надо тебе этот шокер в школу давать. Да. Чтоб к тебе никто не подходил. Я другу сказала, типа, подари мне какую-то самооборону. Он дома фонарик наш бери. А нафиг мне твой фонарик? Ого. Он если пупу затулить, то будет очень больненько. И будет очень-очень страшненько. Или пш. Пши. И рапши сделать. И что ты такой мелочь? Я тебя прошу. У меня сегодня, если вы заметили, очень много украинских словечек за день прошло. Ладно, все, ребята. Мы будем на этой ноте прекрасной шокеров и пуп с вами прощаться. Пойдем ужинать. И будем уже сегодня отдыхать и спать. Так что всем пока-пока-пока. Уберите руки от лица. Это кошмар какой-то. Что ты там прячешь? Посмотрите на ее нос. У нее прекрасный нос. Замечательные губы. Нет. Я тебя показываю. В какую руку я тебя впиваю. Все. Убери руку. Пока-пока. Пока-пока.